Глава Андрей Шубин пригласил Десногорцев на встречу с начальником управления внутренних дел по Смоленской области генералом полиции Василием Салютиным. У коммунальных служб города продолжается ремонтная кампания коммунальных сетей и многоквартирных домов. Продолжаются регламентные работы на инженерных сетях города по почистке канализации, ремонт тепловых сетей. По результатам гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей второго микрорайона выявлен ряд слабых мест и обнаружены дефекты. Поэтому в настоящий момент три многоквартирных домов второго микрорайона, детский сад и вторая школа, детский сад Теремок остаются пока отключенными от горячей воды. До момента устранения ведутся работы по ликвидации порывов. И, соответственно, до завершения работы по устранению отключений в ликвидах районов, пока производиться не будет. Значит, график сместится, возможно, на неделю вправо. В точных датах будет уведомлено население и информация выложена будет на официальном сайте. 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Праздник официально на государственном уровне установлен 27 мая 1995 года. 27 мая мы отмечаем Общероссийский день библиотек. Приглашаем всех гостей и жителей нашего города принять участие в интеллектуальном забеге «Бегущая книга Росатома». 27 мая 2018 года в 11.30 состоится официальное открытие. Второй микрорайон – Десногорская библиотека. Также, уважаемые десногорцы, просим открытымся комсомольский актив нашего города. В рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летию в ЛКСМ, составляется реестр комсомольского актива, проживающих на территории Смоленской области. В школах Десногорска закончился учебный год. 24 мая для 275 выпускников 9 классов и 188 выпускников 11 классов прозвенит последний звонок. Мы приглашаем на торжественные мероприятия в первую школу в 9.30 и в 11.30, во вторую школу в 10 часов, в третью школу в 11 часов и в четвертую школу в 9 часов и в 11 часов. А с 25 мая начинается государственная итоговая аттестация. Выпускники 11 классов ЕГЭ будут сдавать на базе двух пунктов. Это на базе второй и четвертой школы. Выпускники 9 классов будут сдавать ОГЭ на базе тоже двух пунктов, на базе первой и третьей школы. Инфекционные заболевания на прошлой неделе регистрировались на обычном уровне. Продолжение следует...